В сегодняшнем выпуске. Казацкий двобой. Спортивный турнир с историческим прошлым. Старт третьего сезона битвы корпораций. Спортивный покер. В Харькове впервые прошла выставка беспородных собак. Юные харьковчанки поборолись за титул Мисс Дитячая планета 2017. Подробности далее в сюжетах. Приятного просмотра. 24 сентября в Харькове прошел турнир Казацкий двобой среди взрослых и детей, где были отобраны спортсмены для участия в чемпионате Украины. Главной задачей турнира является военно-спортивное воспитание молодежи, а также дальнейшее развитие данного вида спорта. Сегодня мы проводим чемпионат области по казацкому двобою. Он у нас открытый. Приехали даже представители соседних областей. Это город Сумы. Данный вид спорта уже давно существует у нас в Украине. Его еще начинал Попович. Сейчас уже с 2013 года мы документы чуть-чуть переформировали и уже развиваем в современном этапе этот вид. Поэтому с 2013 года на протяжении уже 5 лет мы проводим чемпионаты различного уровня, чемпионаты области, чемпионаты Украины, Европы, мира. Номер 8 готовится на площадку. Поехали! 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 в Украине. По казацкому двубой. Именно сборная Харьковской области стала обладателями Кубка Украины последнего в городе Сумах. И насколько я знаю, именно в Харьковском регионе, в Харьковской области именно казацкий двубий по баллам это спорт номер один. То есть по количеству завоеванных первых мест чемпионов Украины, чемпионов Европы, чемпионов мира в Харьковской области это спорт номер один. А соответственно Харьковская область занимает первое место в Украине. То есть гордиться есть? Конечно, конечно. Козацкий 2Б является целой системой подготовки молодых спортсменов от простого к сложному, что соответствует теории методики физического воспитания. Разделы так подобраны, возрастные и весовые категории, от бесконтактных видов спорта, легких контакт. И, соответственно, когда спортсмен уже становится взрослым, с 19 лет, это полноконтактные бои. Причем бои с применением максимального количества приемов руками и ногами, а также борцовской техники, броски, болевые, приемы, удушающие. То, что уже в мире больше известно и популярно, как ММА и Микс Маршал Артс, смешанные боевые искусства. Для маленьких спортсменов есть ограничения в контакте, то есть оценка идет после каждого технического действия. Это называется раздел «Забава». Потом идет раздел «Барня», там идет легкий контакт с применением ограниченного контакта. Но уже ведется комбинационная работа и добавляются броски. И, как я уже говорил, полноконтактные бои, начиная у юниоров 16-18 лет и уже у старших. То, о чем мы говорим, ММА с максимальным применением количества технических приемов, включая удушающие и болевые. Тот раздел, о котором я говорил, полноконтактный, он называется «Герц». «Герц» – это, если вы помните, это как бы называлась разведка боем, это когда встречались два войска. Выходил самый сильный боец с одной стороны и самый сильный боец с другой. У нас был такой воин, великий, знаменитый, кстати, уроженец Кальковской области, Иван Сирко, атаман Запорожской сечи. Вот именно он всегда являлся руководителем и всегда сам выходил на этот «Герц» и за всю историю ни одного «Герца» не проиграл. Бояк, психологический фактор, он важен или нет? Это самый важный фактор. Потому что в этом возрасте, особенно у детей, их нужно закалять не только мускулами, в этот, скажем так, их возраст оно не работает. Здесь главное вот здесь. А физкультура, она приходит с 13 лет, уже можно будет подключать более силовые тренировки. Но это присутствует однозначно, потому что никто ни на кого не кричит, все любят друг друга. И самое главное – уважать соперника. То есть никогда не было такого, чтобы победил и там прыгает, наоборот. Пожал руку, пожал тренеру руку и вот так. Воспитание только так. Но опять, это воспитание только с востока пришло. Ко мне лично, мой тренер меня так научил, и он сказал, уважать соперника в первую очередь. Были победы. Какие? Тоже был на казацком двобое. Три года назад второе место занял. Понравилось вообще? Да. А не страшно было перед первым боем, например? Переживал. Переживал. Субтитры создавал DimaTorzok Корпораций стартовал 23 сентября. Команды из 24 компаний померились силами в спортивном покере. В индивидуальном зачете наилучший результат продемонстрировал игрок из Adidas, а в общекомандном зачете первенство одержали представители компаний Атлант. Это третий сезон Битвы Корпорации. Третий год мы уже стартуем. Есть действительно хорошие шаги вперед. В этом году у нас стартовало 24 компании. Это рекорд, это в принципе уникальность нашего турнира, в том, что мы в этом году объединили самое большое количество компаний. И в первом этапе, на этапе покера, у нас стартовало 96 человек. То есть по 4 человека от каждой компании у нас стартовал на этапе спортивного покера. У нас остались так называемые ветераны, которые принимали участие в первом и втором этапе Битвы Корпораций. Добавились компании из Битвы АйТи Корпораций, которых мы присоединили к основному турниру. И еще 9 компаний, в числе которых ФЭТ, Турбоатом, Бисквитная Фабрика, несколько известных компаний АйТи, такие как Промода, G5. То есть на самом деле те имена, которые присоединились, они очень и очень серьезные по меркам не только Харькова, но и Украины. Традиционно турнир будет состоять из 10 этапов. То есть 5 этапов мы отыграем до Нового года, наградим осеннего чемпиона, как у нас это бывает. И после Нового года, в феврале месяце, мы стартуем второй кубок, так называемый весенний кубок Битвы Корпораций, в котором будет еще 5 этапов. И по итогам двух кубков, 10 этапов, мы определим абсолютного чемпиона. После каждого турнира в конце проводим анкетирование, получаем обратную связь на тему того, какие виды спорта понравились, какие понравились, но не так, как бы хотелось. В этом году мы вернули стрельбу из лука, которая была у нас в первом сезоне. Мы вернули пляжный волейбол, который будет финализировать битву корпораций. То есть летом 2018 года, в начале июня, мы проведем пляжный волейбол. Ну и вот решили попробовать спортивный покер. Пытаемся что-то привнести новое. Ребята молодцы, развиваются. То есть 93 человека участника, это хороший результат. И в принципе, если сравнивать как бы с общим количеством участников в турнирах, это довольно-таки масштабно и приятно. Ну, конечно, не все супер знали, как бы мы постарались помочь и в правилах, и в обучении. У всех участников турнира за столами были подсказки, то есть покерные комбинации и так дальше. Но многим это было не требовалось, так как это уже достаточно распространенная игра. В принципе, уровень хороший. Первые мы принимаем участие в турнире. До этого не слышали, не знали. Ну, как только появилась эта информация в интернете, и сразу решили участвовать во всех конкурсах. Понравилось очень. Хорошо все организовано, очень приятно и красиво все. Надеемся, что и дальше будет тоже хорошая организация во всех конкурсах. Выбор участников у нас. Кто хочет, пожалуйста, записывайтесь. То есть не было никаких ограничений. Так же, как и на остальных. Футбол, теннис. Если вы умеете, пожалуйста, проходите, играйте. Турниры, в принципе, полезны, да, потому что, ну, во-первых, собираются команды. Больше знакомы. Знакомишься с другими людьми, с других организаций. То есть только даже из-за того, что знакомство. Ну и просто азарт, как бы, дух. Всем побед хороших и новых друзей. Принял участие в легкоатлетических соревнованиях, перетягивания каната, бег, метание мячика. Ну, там девушки выступали. Вот это второй выход в компании Атлант по спортивному покеру. У нас было четверо. И все сыграли стабильно. Все сыграли, ну, где-то, конечно, сопутствовала удача. Ну, в покере это бывает. Ну, а в остальном все играли, в общем-то, с пониманием. Покер игра непредсказуемая. В любой момент можно было вылететь. Поэтому хотелось верить, что все-таки все сложится так, как сложилось. В таком формате это вполне, это было, ну, хорошее шоу. Люди в этом клубе, такое количество замечательных девушек. Победителем турнира по покеру третьего сезона битвы корпораций становится Артур Мельник, Адидас. Так как наш турнир все-таки общекомандный, и общекомандные достижения намного важнее индивидуальных. Первое место. Общекомандный, хороший результат, стабильный. Компания Атлант. Та команда, которая зарегистрировалась первой на третий сезон битвы корпорации, получает кубок за первое место. Ваши аплодисменты. Всем спасибо. 24 сентября впервые в Харькове прошла выставка беспородных собак с открытым сердцем. Кроме любования хвостатыми экспонатами, харьковчане смогли увидеть показ собачьих мод, мастер-классы, а также поучаствовать в разнообразных конкурсах и викторинах. Компания Атлант. Мы собрали здесь и владельцев собачек, и мам-пап, которые вышли в парк воскресный погулять. Мы здесь собрали специалистов, не только кинологов, специалистов-спасателей. То есть мы сделали максимально семейный праздник. Продолжать, конечно, будем, добавляется много друзей, добавляется партнеров, которые видят, как это можно развивать и куда это можно вести. То есть однозначно развивать и делать это традиционным. Что касается, насколько здесь много или мало участников, по регистрации, как было там в районе 50, не меньше зарегистрировалось. Как мы рассчитывали, что будет до сотни собак, если с учетом гостей, с учетом, кто на мастер-классы пришел, так их и есть. Где-то меньше может количество людей, наверное, нет. То есть мы отталкивались от того, что будет 100 собак, значит с ними придет 200 человек. Ну у нас уже 200 человек тут точно побывало. Здесь нету таких объективных критериев, как на официальных выставках. Параметров нету. Потому у нас приз зрительских симпатий, у нас на каждой номинации он работает. То есть у нас зрители выбирают, что им понравилось, какая собачка понравилась. И по количеству оваций, и по громкости, силе мы уже определяем, кто же у нас лучший. Вот. Мы сначала прогоняем все номинации, потом делаем подсчет, выписку каждому участнику почетного диплома. И дальше уже будет награждение. Специфика подготовки заключается в том, чтобы собака умела по запаху человека найти и обозначить пострадавшего человека. Здесь нет каких-то особо специфических пород. Подходят даже дворняжки. Но есть одно маленькое условие, чтобы собака не была агрессивна к людям. Золотистый ретривер Антеи. Антею 5 лет. Занимается Антеи поисково-спасательной службой с 3 месяцев. У очень большого количества людей в нашем городе есть беспородные собаки. Плохо было бы, если бы породные участвовали в своих выставках, а беспородные нет. Порода английская у нас очень редкая. Порода терьеров особенности. То есть уничтожает грызунов. В Англии она очень распространена. Выращивал раньше стафарширских терьеров. Это, будем так говорить, мини-пит. На людей собака не работает. Как и все питы, тоже на людей не должна работать. Только на животных. Как собака-терапевт она будет выступать в центре детей с ограниченными возможностями. До этого мы выступаем по школам. Показываем наши представления. А также участвуем во всех соревнованиях, где можно. Я считаю, что любая собака имеет право на существование. Главное, чтобы было хорошее отношение и не было бездомных собак. Мы работаем с генетикой. В беспородной может быть что угодно. Как правило, это вполне адекватные собаки. Все зависит от человека. Рэя принимает участие в номинации «Самая мини-мишная собака». Усы, лапы, хвост – вот наши документы. И маленькая собака, большое сердце. Ача принимает участие в номинации «Ушки на макушке». Зачастую же на все выставки без документов собака попасть не может. Ну, а тут хотя бы посмотреть, интересно пообщаться с другими собаками. Ну, Ачи у нас кто? Ну, это бессенджер, наверное, неудавшийся. Который громко гавкает. А Рэй – это цверкшнауцер. Ну, безродословный. Но зато настоящий цверк. Что сейчас модно? Хаски модно и лабрадоры. Ну, и из маленьких, наверное, Йорки, Тое. Ну, с другой стороны, какая разница? Собака же должна быть для души, а не для породы. Нам очень нравится эта порода. Собака очень контактная, очень веселая, радостная. Очень любит всех домашних. Мы его тоже очень любим. Это шпиц. Во-первых, она красивая, она пушистая. Он очень хорошо играет. Он очень ласковый, общительный и всегда в хорошем настроении. Вот это определяющая черта. Нам нравится. Мы первый раз. Нам всего три года. Еще молодая собака. Мы не участвовали пока нигде. Это первое наше участие. Пообщались со всеми. Посмотрели, как это все происходит. Просто решили выйти в люди. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23 сентября в Харькове состоялся конкурс «Мисс Дитячая планета», где 12 участниц демонстрировали зрителям свой талант и красоту. По словам организатора мероприятия, в этих испытаниях проигравших нет. Каждая девочка получает свой титул в зависимости от тех качеств, которыми обладает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас уже второй год подряд проходит конкурс «Мисс Детская планета». Мы выбираем девчонок, приглашаем их для участия через нашу онлайн-регистрацию во всех наших соцсетях «Детская планета Харьков». И также у нас были анкетки на ресепшене. И мы всем девчонкам предлагали поучаствовать в этом портфеле. Вот так вот мы набрали 12 участниц наших красивых, потрясающих. Также мы увидели, что есть спрос у девчонок, со всех малюсеньких, которым 3 года тоже поучаствовать. И мы вышли из границы, придумали для них отдельный конкурс. Для них специально это мини-мисс «Детская планета». Была всего одна репетиция, и поскольку мы все понимаем, прекрасный учебный год, занятия, у каждого все свои дела. Вот мы встретились, они сразу все поняли и сегодня показали блестящие варианты. По всем заданиям девчонки выполнили потрясающее все. Ну, как девчонки мамы. Поэтому отдельное спасибо огромной маме, которые подошли креативно и с ответственностью ко всем нашим этапам сегодняшнего конкурса. Конкурс проходил три этапа. Первый конкурс – это выход в мультипликационном, злободневном образе. То бишь или Рапунси, или вот у нас были и Мальвины, и Монстер Хай. То бишь мы делали акцент на костюме, на создании образа. Второй выход у нас был – это таланты, это абсолютно любой жанр, любой вид искусства. До полутора минут девчонки проявляли себя. У нас сегодня рисовали, пели, танцевали, стихи рассказывали. В общем, я убеждаюсь в очередной раз, что у нас очень талантливые дети. Третий выход – это вечерний вкладчик, красивый, грациозный. И плюс вопрос от жюри. Сегодня девчонки все справились на отлично. Мы сразу поставили акцент на том, что к вопросам подготовиться нельзя. Поэтому, чтобы девчонки сразу по факту отвечали. Ну и сегодня они все отвечали прекрасно. Все говорили о добре, о том, что все были люди счастливые. У всех была такая цель, задача в ответе на поставленный вопрос. Это очень радует, что девчонки от 6 лет до 10, они маленькие. Но думают о хорошем и хотят вокруг себя видеть счастливых людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для меня единственная, как для члена жюри, который работает достаточно часто в этом деле, для меня это важная детская улыбка, уверенность в себе. Работа ребенка перед конкурсом для того, чтобы, когда ребенок смело, уверенно идет, когда он упалится, это видно, когда ребенок не готовился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там очень весело и добавно. А познакомилась уже с девочками тут, возможно, друзей нашла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С кем ты подружилась? С подружками из детского центра моды Малахит. То есть ты знала их раньше? Да. Я хочу сказать, что девочки, которые сегодня учатся, чтобы вы знали, что на конкурсах красоты проигравших не бывает. В первую очередь вы получаете опыт. И чем дальше вы будете приходить на конкурсы, тем более высокие места вы будете получать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова